Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем приходить Dragon Age, ну и, как вы и писали, у нас тут есть какой-то подарок в виде черного гримуара, который, в принципе, не против получить Мориган. Тебе я чрезвычайно благодарна. Немедля сяду книгу изучать. Что, что надеешься там найти? Тайны. У матери несчетно было тайн, и этот том нам шанс единственный дает отнять их все у ней. Я не намерена возможности лишиться узнать поболее того, что Флемет решила мне открыть. Я думаю, что это интересно. О, новое задание, смотрите, гримуар Флемет. Да ладно, это в товарищах? Кажется, девушки не терпятся изучить его, и один создатель не ведает, и один создатель ведает, что она узнает. Но вопрос, где это? Видимо, в лагере она будет изучать. Ну, а у нас с вами как бы вариантов нет. Нам дедушка сказал, иди вперед, бодрый воин, и спаси дочку. Интересно. И опять же, вы писали, что там с дочкой история будет примерно как с пацаном в замке. Ну, постараемся все решить как-нибудь по-хорошему. По возможности, конечно. Никогда не знаешь, что в итоге будет, ребятки. Вы, давайте-ка, вы вот сюда, а Файрон вот сюда. Точнее, Файрон сейчас займется малым призраком, а вы вот здесь вот встаньте. Всегда! Во! Ага, ну, нормально, нормально. Сейчас мы таки... Оп! Крик скинем. Уху! Колбаса! Лилиан, а у тебя есть, кстати, разрывной выстрел, который очень неплохо в таких ситуациях нам помогает. Правда же? И нам бы вот этого чувака снять, потому что он что-то прям полезен. Так что там? Там вин немножко получается? Но в целом, я более-менее целый. Угу. Файрон, дорогой. Давай-ка действуй. Если мы отбежим, а, у нас просто стенку впечатляет. Ига, стопольный призрак, ты не хочешь за мной чуть-чуть пойти? Он не хочет. А, не, 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 пошел, пошел, пошел. Хорошо. А тебе с щитом? Хорошо, тебе с щитом, и теперь комбо-щитом. Ух, суров. Ну, к счастью, у нас вся пачка при этом целая. Готов. Красавцы. А где наш уровень? У нас опыт-то. Нам за это опыта не дали, что ли? Вы сейчас серьезно? Как-то это, как-то кисленько. Ну, то есть, то есть, что? Кодекс из дневника чародея Вилли Клима. 13 Плутаница. Точнее, 13 Плутаница получается. Допрос демона проходит хорошо и оказался весьма увлекательным, при условии, что он говорит правду. Я отправил все свои предыдущие труды первому чародею Ардену, и хотя он озабочен моей безопасностью, но не считает, что я должен прекратить исследование. Все, на что я надеюсь, что храмовники не узнают, чем я занят. Как еще мы сможем найти способ бороться с демонической одержимостью, если церковь не позволяет исследовать ее? 20 Элувьест. Сегодня малыш Матиас опять едва не набрел сюда. И на сей раз я забыл установить барьер. Думаю, надо настроить ловушки так, чтобы они пропускали тех, у кого в жилах течет моя кровь. Пускай уж лучше малыш забредет лабораторию, чем погибнет из-за моей забывчивости. Бедолага, он всего-то и хочет узнать, почему отец столько времени проводит под башней. Клянусь, скоро я буду бывать с ним побольше. 28 Элувьеста. Шейла ведет себя странно. Не стоит ли мне прекратить опыты над ней? Уверен, я уже настолько близок к успеху. А, может, лучше будет сосредоточиться на демоне. Здорово, Матриналиса. Демон снова едва не сумел вырваться. Опасно. Мне придется быть осторожней. Молодой Эммон прислал письмо, просит меня вернуться в Редквиф. Надо будет над этим подумать. Скоро. Один стал Матриналис. Возможно ли? Что за удивительное открытие, особенно если учесть, что демон старался удержать меня от него любой ценой? Или он намеренно привел меня к этому зданию, знанию, притворяясь, что хочет скрыть его от меня? Я должен узнать правду. 19 Умбрали. Думаю, пора отпустить этого демона. Удерживать его и дальше для меня слишком опасно, и нельзя не учитывать возможности, что он каким-то образом влияет на Голема. Или все дело в моих опытах. Попробую на время отключить Шейла, а уж потом раз и навсегда разобраться с демоном. Пусть все наконец закончится. Других записей нет. Из дневника чародея Вильгельма Сульцбахера. Сульцбахера. Да, ну, опять же, немецкая какая-то фамилия, довольно-таки. Ништячки. Ништячки мы возьмем, и пока не поздно, надо проткнуть квик-сейф, а то я полною. Смотрю так, но если это вот все оружие для нашего будущего Голема, то неплохо нам его вооружают на все стихийные случаи жизни вообще-то. Ну, так. Ага. Что значит, ты никогда не разорвалась? Здрасьте. О, гляди-ка. Кто-то пришел поиграть. Ты же правда пришел поиграть? Мы играем в загадки. Это самая лучшая игра. Мы? Кто это мы? Я и Китти, конечно. Ты же больше никого здесь не видишь. В любом случае, если не хочешь играть, так уходи. Китти, ты не нравишься. Китти, кошка выглядит очень фректово. Амелия, Амалия, вернее, мы должны идти, матец ждет. Не пойду я. Китти говорит, что не может пойти со мной, а я ее не брошу. И будет одиноко. Амалия, ты такая добрая. Если ты уйдешь, я буду по тебе очень скучать. Эта кошка разговаривает. Конечно, глупый. Говорить довольно просто. Надо только понять, как это делается. Точно. Что ж ты такой на самом деле? Я кошка. На самом деле. Ты не уговоришь Амалию пойти с тобой. Теперь она любит только меня. Я ее друг, а ты просто чужак. Без девочки я не уйду. Похоже, мы зашли в тупик. Так что позволь мне предложить некий компромисс. Освободи меня, смертный, и отдай мне девочку. Дай нам вместе вернуться к ее отцу и навсегда покинуть это место. Отдать тебе девочку? Ты хочешь захватить ее? Это очень грубо сказано. Я не хочу навредить Амалии. Я просто хочу увидеть ваш мир ее глазами. Что в этом плохого? Фу. Ну, есть вариант солгать. Ну, ладно. Я освобожу тебя, и ты получишь девчонку. Благодарю тебя. Ты весьма любезен. В этой комнате меня удерживают охранники мага, и только смертный может приблизиться к нему. А охранников можно как-то обезоружить, но я не знаю как. Может, у тебя получится то, что не вышло у девочки? Ой, как здорово! Киди освободится! Я всегда хотела... Ну, не очень это здорово. Амалия, дочь Матесса, невредима, но ее держат в плену демон, принявший облик кошки. Этот демон удерживает на месте механизма, который много лет назад разместил здесь Вильгель. Демон попросил вашей помощи. Я даже не знаю, мы можем ее просто прибить. Я все еще в заперти. В чем дело? Я передумал, что умрешь. Иди, нет! Тебе не отнять у меня малышку. Она будет моей навечно. А-а-а. Вот как расклад. Ну, я так чувствую по реакции Винт тут даже сражаться-то особо не надо, чтобы понять, что это неверный ответ. То есть, явно как-то это все должно решаться по-другому. Э, ребят, а вы что там? Так. Да, почему все побежали на нашу? Давайте без этого. Ну, вот таким раком китки явно гибнет. А, ух ты, шлем. Ммм, плюс два ко всем характеристикам плюс три броня. Прикольно. А-а-а, ну, я так плакаю. Давайте попробуем поискать другие варианты. То есть, прибить-то мы всегда можем. А-а-а, что мы можем делать? То есть, тут понятно, пазл шлем-азл, а это типа подвижный плит. Да, то есть, мы можем так оп, и передвинуть. Оп, и передвинуть. Оп, и передвинуть. Я так полагаю, что нам с вами надо, короче, провести вот эту энергию от и до. Да, то есть, вот здесь, смотрите, впечатывается, получается, о, Лилиана, отойди. Давайте как-нибудь выберем только нашего персонажа, всех остальных попросим на время покинуть эту местность. Э, отец, отец, вот что надо. Ну, это не знакомский. Хорошо. То есть, нам нужно вот эту плитку, наверное, подвинуть на место какой-нибудь из них. То есть, если мы поднимем, подвинем, например, вот эту. Э, туда? А, стоп. Нет, не гори. Так, вот это сюда, вот это сюда. Вот это нам сразу вниз все передаст. Вот это вот сюда, вот это вот сюда. Вот эту нафиг, эту нафиг, вот эту можно, да? Ну, короче, давайте я сейчас их выставлю, потому что иначе вы будете смотреть, как я тут туплю и что-то изобретаю, хотя это, ну, совершенно не надо. В общем, увидимся через пару минут. О, мне нравится, что гадите мое время. Смотрите, мы ставим вот это, вот это, и у нас автосейк. Да, я чую, как магия ослабевает. О, о, я уже забыла, каково это, быть свободной. Китти, что происходит? Чудесно, милая моя, для нас обеих. Хм-хм. Амалия, не-не-не, руки прочь от девочки, демон. Предательство. Ты не получишь девчонку, она моя. Серьезно? Ты меня пугаешь. Я не дам тебе в меня забраться, не дам. О, вот этот расклад гораздо лучше. Жалко, что у нее образ остался тот же. Но девочка сказала, что не даст собраться в нее. Так что, все должно быть хорошо в теории. Давайте-ка это с вами. Почему мы контролируем не того? Мы не того контролируем. Как всегда? Ладно, хит. Там нормально нам зафигачило. Вин. Фильву, плея. Вин, ты что делаешь? Ты что делаешь? Да, вин. А, она лечение потратила, получается. Но возрождение у нее есть, но это не то, что нам бы хотелось. А групповое исцеление дотянется ли? Вот отсюда должно. Есть, успели, кажется. Так, теперь лечение. Файрон. Так, родной, давай-ка, ну, целебную припарочку. Фуф. Так, ну что, кажется, а есть какая-нибудь регенерация? Восстановление? Травник? Нет, травник не то. Каменный кулак тоже, очищение, вряд ли нам поможет. А волшебный щит, конечно, вкусность таки нет. Не самый бесполезный скилл, эй. Файрон снова застанели. Надо же. Что-то все идет не очень в нашу пользу. Хорошо восстановление. Смотрите-ка, это зараза хочет драться. Так там еще Морриган немножко досталось, но все. Девочка поцела. Девочка вроде убежала. Давайте посмотрим, что за шлем. Он дает плюс 2 ко всем характеристикам. Я вот думаю, может, Лилианя, хотя у нее комбо набор собран. И он требует 20 сил, поэтому Алилиана может. да? Но только... брони больше, но я не знаю, нужно ли ей плюс 2 ко всем характеристикам. Я так понимаю, что это не самый плохой бал. Так, девчули, за мной. Кто у нас тут? Выхода второго нет, но я надеюсь, что девчуля сбежала. Давайте хотя бы это проверим. Я не совсем понял тонкой разницы между тем, что мы решим вот этот пазл и скажем ей, типа, да сдохнет и нерешит. Потому что к большому счету для меня ее особо нет. Да, то есть единственное, что она вроде как показала свое истинное обличье девочке и девочка передумала. Может быть, это все меняет. Крен его знает. Давайте сначала ага, то есть нам не дают быть спокойно. А вопрос, выбежала ли сама девчулька? Я так надеюсь, что на нее так активно не нападали. вообще моргин, конечно, сметает. Если посмотреть, давайте ему помпу проведем. Помпу провели, кстати, у нас лавалат. тогда самое время его и вложить. силы мы набрали. Дальше нам с вами нужна только ловкость. Потому что от ловкости будет зависеть наш ворот. В общем-то, все, что нужно танку. Ну, и искусное владение, да, хочу заговаривать уши, зубы и вот это все. Здесь был какой-то пассивный скилл клевый. Угу. А здесь надо 26 ловкости. Но мы ее и качаем. Да, штурм активно. Давайте тогда пассивную вот эту штуку возьмем. Во. Пролесно, пролесно. И двигаем с вами дальше. О! Ты справился. Ты ее освободил. Спасибо тебе огромное. Папа, извини, что я убежала. Я так перепугалась. Ничего страшного, мотылек. Теперь все будет хорошо. Больше нет никаких плохих чудищ. Тебе понадобится кодовая фраза, чтобы оживить шейлу. Это фраза Дулин Харн. Мне голем и задаром не нужен, но ты явно сумеешь с ней справиться. Теперь нам пора идти и да побыстрее. Еще раз. Спасибо тебе. Мы обязаны тебе жизнью. Ха. О, нам даже 50 серебряников дал. Ну, конечно, не самая героическая награда, но понимаю, так основная награда у нас это тот голем, которого мы сейчас получим. Будет интересно, конечно, на него посмотреть и попробовать ему поэкипировать разные оружия. Он кулаками устражает? Ну, то есть, типа я смогу в один кулак одно оружие дать, другое другое, и он будет такой мегаэлементальный. Ну, а в общем-то, сразу я не пошел, не призвал его, потому что я ожидал, что здесь будет мегабитва. Как оказалось, мегабитва была дальше. Мм, корзина с птичьим формом. Эй, я хочу облутать ее. Тут, как бы, особо птичек все равно нет. Корзина почти пуста. Львиная, львиная доля птичьего форма разбросана, а дальше я не успел дичь. Ну что ж, Клату Верату Никту. Думаю, что это голем. Попорченный, быть может, и безнадежно. Вероятно, есть способ его оживить. Хотя, будет ли это разумно? При ближайшем рассмотрении видно, что в статую вкраплено множество кристаллов. Некоторые из них потрескались. Возможно, эта штука гномии работает. Ну, Дулин Харн, оживляем голема. Или горема. Как вам нравится. Конечно, для она оно выглядит как-то очень уж сильно мужицей. Но, эта штука похожа из Стражей Галактики на мужика. Ладно. Женщина бывает разная. Я варенька. Знала, что настанет день, когда кто-нибудь найдет жезл управления. И на сей раз она даже не мог. Видимо, случайно наткнулась на жезл. Бывает. Я на нее не наткнулся. То есть, она знала, что делает? Поразительно. Не помню. Сколько лет я стояла здесь и смотрела, как шныряют вокруг эти жалкие селяне. Долго. Очень долго. Ох, бедняжка. Это, наверное, было ужасно. Ужасно скучно. В таком случае неудивительно, что ты, голем, преисполнилась благодарности к тому, кто дал тебе возможность размять ноги. еще один маг, как я погляжу. Очаровательно. Я даже и к тишине начала привыкать. А что, селяне все мертвы? А ты хотела сама их перебить? Нет, еще не все. Значит, кое-кто уцелел? Экая жалость. Я так понятия их был не жаль? Говорят, чрезмерная близость порождает презрение. А уж я, пробыв 30 лет невольным слушателем, сблизилась с этими селянами, как никто другой. Не то, чтобы я им желала смерть, нет, но это было бы приятное разнообразие. Ты видела нападение? Не так подробно, как оно могло подумать. было много беготни и воплей, а потом я целыми днями смотрела, как вокруг рыщут порождение тьмы. Никогда бы не подумала, что найдется менее увлекательное зрелище, чем крестьяне. А вот подишь ты. Ладно, тогда валяй, продолжай. Что оно прикажет? Борщливый голем, вот чего нам не хватало, так это именно этого. Почему ты зовешь меня оно? глубоко укоренившееся упрямство. Последний, кто держал в руках этот чертов жезл, обычно называл меня голем. Голем, подвинь мне это кресло, будь хорошим големом и раздави этого надоедливого бандита и не забудем, голем, возьми меня на руки, я устал идти пешком. У него ведь есть жезл управления, правда? я пробудилась, так что должен быть. Что-то не так? Я вижу жезл управления, но не чувствую. Давай, прикажи мне что-нибудь. Хм, что, зачем? Ну, давай, давай, это будет забавно. Хм, тогда замолчи. И ничего? Я ничего не чувствую. Ничто не вынуждает меня исполнять его приказ. Вероятно, это значит, что жезл сломался. Мм, его можно починить? Не знаю. Я думала, что жезл просто есть. Оживить-то меня он сумел. Хм, полагаю, если мной нельзя управлять, значит, я свободна. Это просто, что же мне теперь делать? Я ничего не помню, кроме того, что много лет наблюдала за этой деревней. У меня нет никакой цели. Как-то я растерялась. А оно что скажет? Ведь оно наверняка пробудило меня с какой-то целью. Что оно собиралось со мной сделать? Хм. Личный голем мог бы мне очень пригодиться. Могу я спросить, для чего могу я спросить, для чего именно я была я бы могу я спросить, для чего именно я бы так пригодилось существу. Бедный голем, его видимо немножко клинит. Я в самом роде искатель приключений. что ж, это лучше, чем скажем торговец или фермер или тот, кто подыскивает статую для своего сада. Полагаю, у меня есть два выхода. Пойти с ним или куда еще. Я даже не знаю, что лежит за пределами этой деревни. Ты намерена и дальше называть меня оно? Да, вполне вероятно. Хм, убила своего прежнего хозяина? Убила? Я помню, что у меня был хозяин. Маг с густыми бровями, который тыкал в меня чем ни попадя и отдавал приказы. Так я убила его? Надеюсь, что убила. Быть может последний его приказ был такой. Голем, не смей проламывать мне голову. А, это не назовешь хорошей рекомендацией. счастью, существо, знаю, что жезл управления сломан, вряд ли станет обращаться со мной таким же образом. Откуда я узнаю, можно ли тебе верить? Понятия не имею. А как оно ухитряется верить другим без жезла управления? Ну, мои друзья не сделаны из камня. Откровенно сказано. Тогда я обещаю, что не сяду на него случайно, либо если оно само меня не доведет, устраивает. Ты можешь пойти со мной. Тогда я пойду с ним. Пока что. Кстати, меня зовут Шейла. Я Фаерон рад познакомиться. Это должно быть интересно. Хорошо, давайте тогда на время сейчас Лилиану заменим на Шейлу, как это на маленькое что ли? Вот здесь. Ну, это знаете, типа, тема такая, что босс когда-то сражаешься с ним против того, как босс когда-то его получил ксев-пати. Да, так и есть. Отличного народа повышения уровней, но этим мы займемся в следующий раз. Пока давайте посмотрим, что эта Шейла из себя представляет. Большой вычеркленный духовный кристалл. А что мы можем надеть? А, типа маленькие кристаллы вот туда, да? Плюс 10 урон от сил природы, урон от магии духа, в электричество, холод, в огонь. Я не знаю, почему, мне кажется, магия духа прикольная. Да? Звучит вроде неплохо. Интересно, а он какой-нибудь подарок? О! А, это типа бронь. Хорошо. Но, чаще всего нас, кстати, атакуют скорее огнем. О! У, прикольно. Мы вот так вот можем належать эту Шейлу. Вот Шейла. Так, маленький золотой слиток. Ммм, интересненько. Маленький золотой слиток звучит как подарок для вот этой штуки, но я бы это проверил сначала. Так, кодекс обновлен. Шейла, что сказать, у меня каменное сердце. Когда-то арзамарские големы служили авангардом армии гномов и сдерживали полчища порождения тьмы, наступавшей с глубинных троп. Но искусство их изготовления было утрачено, и постепенно все големы разрушились от старости или погибли в бою. Шейла не помнит ни битв на глубинных тропах, ни прихода в Рэдклиф, но у нее осталось только немного отрывочных и горьких воспоминаний о прежнем хозяине. Фэйрон откопало да шо ж такое-то жезл управляющей Шейлой и пробудило ее, присоединив к своему пёстрому отряду озлобленного и не очень исправного голема. Вообще миссгендеринг какой-то очень агрессивный, потому что и по Файндере нас постоянно женским полом кличут и здесь что-то. Ну то есть может быть у них по дефолту, просто я понимаю, что это трудности перевода, потому что в английском естественно полов нет, да? Не убивай курьи. Я не очень доверяю этому голему теперь. Ладно, самое время заглянуть в лагерь. Я тут матушкин фолиант изучаю. Не хочешь послушать, что я нашла? Что ж ты нашла? Это совсем не то, что я ожидала. Я рассчитывала на сборник заклинаний, на карту сил, которыми можно повелевать, но это все не то. И все-таки ты чем-то очень взбудоражена. Взбудоражена? Да, пожалуй. Там в ее записях написано такое, кого хочешь взбудоражит. тут Флемет расписывает в подробностях, как именно ей удалось прожить столько веков. Декрет бессмертия? Если бы. Флемет за свою долгую жизнь вырастила много дочерей. Хасинские легенды рассказывают о ведьмах Диких Земель, но я никогда ни одной не встречала. Все гадала почему. А теперь знаю. это все было Флемет. Когда ее тело становилось старым и дряхлым, она выращивала дочь и в нужный момент вселялась в ее тело. Блин, да ладно, просто когда вы писали, там обсуждали Флемет в комментах, я был на 99% уверен, что она дракон. И типа ожидал, что она сейчас расскажет, что она на самом деле драконица. А тут куда интереснее расклад. Ты в этом уверена? Более чем. Именно об этом в книге и говорится. О дочерях, которых Флемет завела. О приготовлениях, о воспитании. Теперь я все понимаю. Я должна быть следующей. Для этого только и существую. Почему же она пошла на такой риск и отправила тебя со мной? Этого я не знаю. Может она сказала правду? Порождение тьмы опасны для нее не меньше, чем для всех остальных. Или может быть она ожидает, что в странствиях я стану могущественнее? Согласно книге, если тело уже набралось сил и владеет магией, Флемет гораздо легче будет в нем устроиться. и что намерено предпринять? Выход только один. Флемет нельзя оставлять в живых. Я не буду сидеть на месте как пустой мешок и ждать, когда меня наполнят. Флемет надо убить. И в этом мне нужна твоя помощь. Может быть сперва поговоришь с ней об этом? И что это даст? В лучшем случае она попытается меня заверить, что это все неправда. В худшем свяжет меня и проведет свой ритуал. Слишком уж хорошо я знаю свою мать, чтобы надеяться на какое-либо сочувствие, когда встанет вопрос о ее выживании. Нет, здесь надо взять с нее пример. Убить Флемет? А это не перебор? Если думать о ней только как о матери, то может быть, но ты вспомнишь, что это одержимое. Ведьма, которая хочет принести в жертву дочь, чтобы продлить собственное существование. Она явно не желала, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Уж тем более я. Однако я узнала. Если я и теперь ничего не предприму, значит я окончательная дура. Ну, мы с ней спим. Ладно, помогу, если смогу. Тогда тебе нужно будет вернуться в дикие земли Каркари и добраться до Флемет. Без меня. Если она умрет в моем присутствии, не факт, что она тут же не переметнется в меня. Так что мне придется остаться в лагере. Убей ее как можно быстрее. Боюсь, правда, до конца она не умрет, но по крайней мере не скоро найдет себе новое мне нужен будет ее гримуар, чтобы защититься от ее посягательств в будущем. Все остальное, что найдешь в хижине, можешь взять себя. Хм. А у меня время ограничено? Нет. Но чем скорее, тем лучше. Верно? Ну, погляжу, что можно сделать. Спасибо. Чем скорее ты это сделаешь, тем скорее у меня камень с души свалится. Камень с души нормально вообще. Камень с души. То есть ей прям вот тяжело. Во-первых, я хочу... Давайте еще раз попробуем с Морриган поговорить. Правда, постоянно есть шансы испортить отношения, поэтому... У меня для тебя есть кое-что. О чем ты? О том, что у меня есть для тебя подарок. Просто кольцо. Пока не возомнил ты ненужного, позволь объяснить. Некогда мне вручила его Флемет, дабы суметь меня разыскать, где бы я ни была. На случай, если меня изловят охотники. Лишь только мы покинули Дикие Земли, я сняла с него чары. Однако же недавно подумалось мне их вернуть. Только теперь уже я смогу найти того, кто его носит. Это значит, ты всегда будешь знать, где я? Это не для того, чтобы следить за тобой. Не по мысли дурного. Ты слишком важен для нас, чтобы рисковать. Коли случится тебе попасть в плен, будет куда легче разыскать тебя по кольцу. Прикольно, если бы это кольцо сейчас запустило какой-то квест, чтобы нашего персонажа действительно пленили и дальше по кольцу мы его искали. Но кто знает, может, такое есть. А еще что-нибудь она делает? Флемет говорила, что кольцо это связь между нами. Думается мне связь это в обе стороны. Я этого не проверяла, но думается мне не стала бы она утаивать правду. Стало быть, я буду связана с тобой не меньше, нежели ты со мной. Значит, я смогу тебя найти, если понадобится? Я не знаю. Говорю же, никогда не проверяла. Думаю, сможешь. Мм, приятно, что ты обо мне заботишься. Гораз ты язвить. Берешь кольцо или нет? Я уж утомилась его держать. Спасибо может статься оно когда-нибудь и пригодится. Вдохновлен. Она еще получается вдохновилась благодаря этому. Классно. Что ж, девчуля Мориган. Давайте посмотрим, кто у нас резко получил уровень. Вот Мориган. Слово аптечка. Резко получил уровень. Соответственно мы ей прокачиваем магию здесь. Вообще, конечно, мастер травник здорово. Ну и тактику боя ей бы тоже пригодилось. Сейчас один момент. Ладно, я в паргалку гляну. Знаете, наверное, знаете, что? Закончим с травником и у нас останутся остальные очки вкладывать в это тактику боя. Ну, а травник будем ей рецепт потихоньку покупать. Здесь у нас я вот забыл, что я и качал ей советуют взять огненный шар, землетрясение. Конус холода тоже неплохо. А здесь волшебный огонек. Зачем? Ну, давайте начнем каменный. Ну, вот это все, конечно, здорово. Огненный шар, я иену. Давайте конус холода, как самое типа топовое, что у нее есть. И сразу заглянем. Так, что у него вообще там прописано. Боевая сила. А, пусто. пусто. Ну, вот ведь. Ну, ладно. Мы ничего не сохраняли. Да? А, ага, ага, здорово. Оно все, оно все скинулось. Брон, 5 сек. Ну, ну, типа, вот такое оно будет. То есть, если союзник с кучей врагов конус холода, если вблизи цепная молния, так, на ближайшую, видимо, волшебная стрела, если окружен взрыв разума, и если здоровье, вытягивание жизни, ну, пока нет никаких слотов под зелье линиум, да и не хочу их пока что тратить. А вопрос, где наш ящик? Я его типа получил. Правильно? Правильно. но ящика все равно нет. Обалдеть. Что-то вообще жизнь несправедливая, я так смотрю. Или нам надо было как-то его стырить, или нам теперь каждый раз на этот привал ходить за ним. Вы вроде как писали, что он в лагере будет, но нет его. Бррр. Фигня какая-то. Ладно, это надо покурить. Я просто хотел рюкзак разобрать хоть немного. Ну, окей. Файрон и Морриган разобрались. Вин. Вин на этом уровне все у нее пойдет в магию. Один магия. Что ж, тут, кстати, может быть ей тактику докачать и будет уже хорошо. А, что это идея. Надо всего лишь одну вот хитрость. Во, у нее максимальная тактика. Она у нас сможет дофига что делать. Кстати, смотрите, у Вин волшебный цветок. Дает всем персонажам по близости врагам и союзникам бонус к восстановлению маны. Давайте тогда возьмем огонек, грязь, цветок, ну и там может быть когда-нибудь до жалющего роя дойдем, но не факт. Хотя, оберег, который автоматически восстановлен. Ну ладно, вот так сойдет. И тактику ей настроим сразу. Ну, типа вот так пока у нее будет, потом по мере бегания вот этим разберемся, что дык. Вин, нам не дают посмотреть. А, восстановление. Восстановление здоровья, да, все хорошо. А кто-нибудь еще у нас уровни получил сегодня? Тен. Хм. Тен, опять же, давайте ему силу к 43 будем поднимать. Он у нас двуручным оружием размахивает. И, например, взмах двуручным оружием ему вполне себе в тему. Мы не так часто его используем, поэтому я, наверное, с ним сейчас с тактикой заморачиваться не буду, но он и кажется по уровням это все. Можно поговорить с Шейлой при желании, но я так думаю, что оставим это уже на следующий эпизод. А посему, наверное, на этом давайте с вами прощаться. Спасибо, Миша, Лебедева, Андрея, Фиолетову, Евгению, Глебу, Дахармсу, Антону, Цару, Глебу, Сахару, Юджину, Вольну, Алексею, Смирнову, Сергею, Кайну, Барарату, Монзадаре, Кравчук, Вайт, Рэббит, Рокки, Бальбой, Кирилла, Лехина, Илония, и Денису Ярославцеву за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну и до встречи в следующем эпизоде. Я так полагаю, мы раздарим максимум подарков, ну и будем дальше смотреть, что ж будет-то. А на этом у меня все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok